Здравствуйте, с вами программа ТТБ. Во-первых, поздравляем всех с началом нового 2017 года. А во-вторых, как мы договаривались в прошлый раз, мы снова пригласили к нам в гости Галеева Зуфара Гумаровича, кандидата политических наук, доцента кафедры Всемирного культурного наследия, Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. Здравствуйте, Зуфар Гумарович. Здравствуйте, уважаемый Вячеслав Михайлович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сразу же мы говорим о культуре. Во-первых, мы продолжаем тему наших бесед, связанную с тем, что была в свое время критика экономистов за то, что они слишком эгоистичны в плане цитирования трудов своих коллег. Поэтому, как мы думаем, они прислушались к этому мнению своих коллег и появились в последнее время статьи в экономических журналах, которые говорили о проблемах, напрямую не связанных с экономикой, но влияющих на экономику. Поэтому в контексте культурного нашего дискурса сегодняшнего мы хотим напомнить аудитории, что уже вышли, например, такие статьи, как Тамбовцева «Миф о культурном коде» в журнале «Вопросы экономики» в 2015 году. Затем последовала в двух номерах статья итальянских авторов «Алесина и Джулиано. Культура и институты». Ну, для нашего слуха не совсем привычно, но это факт. «Алесина» — это мужчина, а «Джулиано» — это женщина. Это просто для информации. Но сегодня мы хотим поговорить о другой статье, отталкиваясь от нее точнее. Это статья Цапенко, вы можете видеть эти выходные данные. «Экономические ресурсы этнокультурного разнообразия», которое вышло буквально недавно, в конце 2016 года, в журнале «Мировая экономика и международные отношения». Отсюда, уважаемый Зафар Гумарыч, к вам будет первый вопрос. Для начала процитируем автора. Он пишет в своей статье «Приток мигрантов, как правило, вносит благотворный вклад в долгосрочное хозяйственное развитие страны-рецепиента». Но, уточняет автор, только если мы будем в виду легальность этих мигрантов и квалификацию самих мигрантов рабочей силы. Отсюда вопрос конкретный уже. Насколько ценен этот фактор культурного влияния для экономического развития страны? И в связи с этим, что здесь более важно? Техническая сторона квалификации данного мигранта или все-таки его человеческий потенциал? Вопрос комплексный, сложный. Значит, и ответ должен быть неоднозначным. И в связи с этим я хотел бы сделать первое ключевое допущение. «Человек для экономики производства или экономика для человека?» Лично я считаю, и с этим солидарен великий писатель Томас Манн, что экономика, производство должны служить человеку. А человек должен служить идеалу. Для чего идеалу? А для того, чтобы его жизнь стала осмысленной, привлекательной. То есть информационно, ценностно и нормативно наполненной. Все, что имеет смысл, привлекательно. Все, что привлекательно, имеет смысл. И вот, опираясь на это допущение, можно сказать, что даже такое популярное понятие, как человеческий капитал, которое в последнее время очень часто вспоминают и культурологи, и экономисты, и политики, имеет свое содержание. И не совсем однозначное. Что понимают под человеческим капиталом? Под человеческим капиталом, прежде всего, понимают все то, что приносит прибыль. Если исходить из этого, все, что приносит прибыль, значит, здесь подход функциональный, функционалистический. То есть человек, специалист, в нашем случае мигрант, и мигрант понимается как технологическая функция. То есть, если это технологическая функция, то от него ждут, в первую очередь, техническую полезность, техническую отдачу. В данном случае, если человек технологическая функция, рабочий мигрант технологическая функция, то получается, что целостная личность выходит из-под поля внимания и зрения. Лично я считаю, исходя из первого допущения, что это не совсем правильно. А что касаясь благотворности притока мигрантов, то здесь международные экспорты, особенно экспорты организации объединенных наций, экспорты такой ее организации, как ЮНЕСКО, экспорты, которые изучают миграционные процессы, склонны к положительному ответу. Они обнаруживают положительный фактор, благоприятный фактор и миграционных процессов в целом. Почему они отмечают положительный фактор, благоприятный фактор миграции и, значит, миграционных процессов? Они исходят из того, что в странах, промышленно развитых странах, такие как Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Япония, что наблюдается? Наблюдается сложная демографическая ситуация. Сложная, очень сложная демографическая ситуация. Судите сами. В 2050 году пенсионеров будет два раза больше, чем молодых граждан. Да, да. То есть... Статистика вернется. Да, статистика упрямая вещь. И она показывает, что идет очень бурное старение Европы и Соединенных Штатов Америки. И, естественно, в этом обнаруживается положительное значение миграционных процессов. Если проследить положительное значение миграционных процессов с точки зрения экономики и статистики, то эксперты отмечают, что положительное значение в целом миграции, если сравнивать с ВВП, то есть с внутренним, воловым внутренним продуктом стран, промышленно развитых стран, стран ЕС, 0,5% от ВВП. Положительное влияние миграции. А в таких странах, как Люксембург и в некоторых маленьких странах Центральной Европы, например, Швейцарии, 2% от ВВП. Здесь, как ученый, как преподаватель Федерального университета, я также хочу вспомнить положительное значение, положительный вклад в миграции, сравнивая положительный вклад. Например, 60% наиболее цитируемых авторов это выходцы из других стран. Имеется в виду выходцы из стран, которые приехали, промышленно развитые страны. 60% это по физике, по такому ключевому предмету, как физика. 60% наиболее цитируемых авторов. 30% выходцев из других стран, пришлых специалистов, получается, это по другим естественным наукам. То есть вклад в миграции весьма существенный. И он положительный. Но все зависит от того, все зависит от того. Вот два ключевых фактора вспоминаются, когда мы говорим, от чего же зависит положительный фактор. Есть положительный вклад в миграцию. Во-первых, все зависит от степени, от степени интеграции мигрантов в структуру, в обществ тех стран, куда они приехали. Согласен, мы об этом поговорим во втором вопросе. А второй какой? А второй вопрос. Способны ли они к самофинансированию? Есть ли у них способность за счет своего труда, за счет своей квалификационной деятельности осуществлять финансирование? То есть есть ли у них способность капитализации? Да. Местиции? Если они самостоятельно не способны к финансированию, то здесь социальный бюджет испытывает напряжение, социальные выплаты испытывают сильнейшее давление. Это давление выражается, например, у мигрантов, особенно у трудовых мигрантов, которые едут целевым образом, контролируется их приезд. Он легален. Это тоже один из факторов. Ну, об этом, Зуфар Гуманович, мы сказали, что вот даже Цапенко отвечает, что благотворительный фактор может быть только при условии, если они легальны. А если они легальны, то есть контролируемы. Значит, у них есть социальное обеспечение. Давайте пока остановимся, иначе мы в сторону уйдем. Закончим первый вопрос. Извините меня, я перебью вас. Все-таки уточню я. Можно ли назвать, сиди с тем, что вы согласились, что миграция является положительным фактором, можно ли согласиться, что культура – это протоинститут, который влияет на все отношения в обществе? Да. Вот судите сами, разве мы можем представить человека вне культуры и без культуры? Конечно же, человек, отвечая на такую потребность, как потребность в адаптации, начинает изобретать культурные формы. Представить человека без культуры и вне культуры просто невозможно. Тем более, что по природе своей человек – существо невосполненное, безопорное, как говорят философы. И вот Фридрих Ницше однажды сказал, что человек – это существо, это невосполненная обезьяна. То есть, в человека его жизнедеятельность и его образ жизни не закладывается. Человек программируется благодаря культуре и самопрограммируется в течение всей жизни. Хорошо. Протоинститутом можно назвать? Протоинститут – это потому, что это первичный институт. Так. То есть, культура как среда. То есть, чтобы понять не было, чтобы под протоинститутом понимается первичная структура человека именно как природная. Так я понимаю? Именно культура выделяет человека из природы. И не случайно принцип жизни у нас такой. Если животное живет, чтобы потреблять, то человек потребляет, чтобы жить. Правильно. И это все благодаря культуре. То есть, культура выделяет человека из животного мира. Благодаря чему? Благодаря тому, что культура является основой понимания того, кто ты есть и того, куда ты стремишься. То есть, культура – это среда. Культура – это паутина. Символическая паутина, которая выстраивается и обустраивается самим человеком, между ним и природой. Спасибо, Звагу Мальч. Иначе мы так отвлечемся, что не успеем закончить и второй вопрос. Второй вопрос я хочу связать с цитатой Цапенко, опять-таки, автора этой статьи, о которой мы сейчас говорим, такая, что оптимальный, с экономической точки зрения, уровень культурного многообразия, который является фактором, как мы сейчас убедились, складывается в других коллективах только тогда, когда в них, во-первых, участвуют мигранты из развитых экономик, а во-вторых, между ними отсутствует большая культурная дистанция. Отсюда вопрос, насколько культурная дистанция, вот как вы говорите, паутина, насколько культурная дистанция между работниками внутри трудовых коллективов, где присутствуют как местные рабочие силы, так и мигранты, насколько она может повлиять на микроклимат самого коллектива, как на производство и отношения отрасли в целом, так и в стране. Да. Вопрос очень интересный. Культурная дистанция, имеется в виду. Да, я в этом полностью согласен с Ириной Павловной Цапенко, и я хотел бы вспомнить в связи с этим очень хорошие имена хороших исследователей, которые рассматривали культурное разнообразие, культурное многообразие, экономику многообразия, я бы даже сказал сверхразнообразие, сверхразнообразие, есть такой термин в социологии и в этнологии. И вот, например, такие исследователи, как Ферхам, Бочнер, немецкий социолог Вертовик, они постоянно делали акцент и делают на культурном многообразии, на культурном разнообразии. И вот в данном случае Ирина Павловна Цапенко высвечивает связь между иммиграцией, которая порождает культурное многообразие, и между тем, что культурное многообразие порождает и способствует развитию экономики, которую можно назвать даже экономика этнического разнообразия. Экономика этнического разнообразия, она имеет свои крайности положительные и отрицательные стороны. И вот в связи с этим она вспоминает, и не только она, многие исследователи вспоминают такое понятие, как культурная дистанция. Понятие культурная дистанция, которое выделяет Бабикер, и он там рассматривает определенные показатели, в основном он выделяет пять показателей, хотя существует больше индикаторов культурной дистанции, и он называет наиболее главные, например, такой показатель, как язык. Язык. Вот если вы сравните с этим показателем процессы, которые происходят в Российской Федерации, то вы увидите... Мы только в предыдущей передаче об этом поговорили подробно с преподавателем тоже нашего федерального университета Валей Валсу Фуатов Второе какое вы хотите видеть? Религия это второй показатель. Структура семьи. Структура семьи что имеется ввиду? Есть же моногамные и полигамные семьи, есть полигиния. Вот, кстати, о семье говорили очень много в своей статье Алисина и Джулиано. Да, да. Согласен. Следующий какой фактор? Дальше это материальные ценности, климат, это уровень образования, очень значительный показатель уровня образования. И вот культурная дистанция что это такое культурная дистанция? Это взаимопонимание. Культурная дистанция это понятие которое показывает различие или сходство культур. То есть если сказать с психологической точки зрения то культурная дистанция это осознание человеком в данном случае мигрантом различия культур других народов и по сравнению со своей. Да, по сравнению со своей. И вот если культурная дистанция далекая большая максимальная то естественно наблюдаются процессы отчуждения то естественно наблюдаются процессы которые связаны с культурным шоком. То есть культурный шок это эмоциональная реакция на и на среду на и на культуру когда человек в данном случае мигрант даже входит в состояние дезориентации дискомфорта. То есть здесь наблюдается культурный культурная фрагментация культурная фрагментация то есть неоднородность то есть здесь наблюдается даже этнический негативизм и вот в связи с этим какая же культурная дистанция наиболее благоприятна для экономических процессов для экономического развития. Вот если например сходство культур максимальное то естественно здесь утрачиваются преимущества но об этом мы говорим развитые страны друг друга очень хорошо понимают да нет если вот например мигранты приезжают в ту или иную страну а трудовых коллективов где трудятся мигранты и коренные жители если там нет культурной дистанции она неумеренная наиболее оптимальной является умеренная культурная дистанция если культурная дистанция максимальная то есть большая мы об этом и говорим то здесь противоречие мы об этом и говорим что должна быть минимальная дистанция а не максимальная а если минимальная дистанция то здесь утрачивается преимущество так преимущество культурного так преимущество мы только сейчас говорили в том что многообразие становится целым в этом же преимущество поэтому дистанция должна быть меньше преимущество заключается вот в чем вот когда Исследования показывают, если внимательно посмотреть, и у Цапенко есть часть результатов этих исследований, что если максимальное и минимальное, то это не совсем оптимально для экономических процессов, для производственных процессов. Наиболее оптимальной, наиболее эффективной культурной дистанцией является умеренная культурная дистанция. Что это значит? Когда можно соотносить, когда можно сочетать. Когда можно сочетать, например, западный менталитет, это логика и рационализм. А восточное построение смыслов, восточный менталитет, это интуиция, это воображение. И вот когда вот эти противоположности сочетаются, гармонизируют, то появляется креативная среда. Согласен, Фергумарыч. Но вы забывайте о том, что второе действие, это какое? Когда обе стороны дали свои в креативное состояние преимущества, в итоге они же соединились, ну, по Гегелю. Тезис-антитезис-синтезис стал. Поэтому это неизбежный процесс. То есть люди, которые приезжают, интегрируются, они неизбежно становятся частью общества, куда приехали. Да, но не все. Некоторые становятся, некоторые не становятся. Вот о чем речь. Вот, например, есть контролируемая миграция, есть неконтролируемая миграция. Фергумарыч, мы сейчас уйдем в сторону. Беженцы, тем более другой вопрос. Так вот, вопрос в чем? В том, чтобы государство добилось именно вот этой первой стадии. Чтобы, как вы говорите, одни дали свою интуицию, другие рационализм. Правильно. И получился целый. Подождите. Уточняющий вопрос, иначе мы не закончим передачу. Уточняющий вопрос. Вот что должно делать правительство, принимающие стороны, чтобы вот этот процесс сокращения дистанции, пусть до оптимального уровня, был быстрее и эффективнее? Потому что, вот, пример свежий, из Казани. Я прохожу мимо вот этих кафе, которые открывают сейчас мигранты наши, которые приезжают из соседних республик наших союзных. Ну, сидят они же сами. То есть, наши коренные жители туда не ходят. Не потому, что они чего-то боятся, но потому, что это для них как-то чужое. Они же, в свою очередь, не заходят в наши какие-то культурные присутствующие места, потому что тоже считают это чужие. Вот поэтому, что должно делать правительство? Да. Вот, например, весной, летом и осенью 2016 года, что мы наблюдали в Европейском Союзе? Мы наблюдали, и он сейчас еще не закончился, кризис миграции. Кризис миграции наблюдали. Но там миграция немножко другая. Там беженцы. Не будем выстроить. В этом случае, миграционный кризис и миграционные процессы, если даже уже не кризис, предполагают управление. Предполагается адекватная управленческая политика или адекватная политика миграционных процессов. Вот с точки зрения культурной дистанции, что должно прокрепно сделать? С точки зрения культурной дистанции надо стремиться к тому, чтобы сочетать вот эти противоположности определенным образом, чтобы культурная дистанция была умеренной. Ну, каким образом? Чтобы в школах учились они вместе, что ли? Ну, это в Англии уже с определенных веков учатся. Толку пока мало. Например? В Аверике то же самое. Негритянские белые дети. Все равно они становятся... Например, это уже есть практика, а культура это всегда практика, а не только представление, не только ценности, не только символы. А это еще и практика. Есть практика, когда наблюдают за тем, чтобы противоречия между мигрантами и коренными жителями в тех или иных трудовых коллективах, чтобы противоречия не становились противоположными, антигонистическими. Ну, что конкретно? Что конкретно вы считаете? И вот в связи этим формируются социальные навыки, социально-коммуникационные навыки формируются. Каким образом? Определенные, это, создаются клубы. Вот уже ближе. Вот, Зуфар Губаревич, давайте вот о клубном движении поговорим поподробнее и на этом завершим нашу беседу. Вот очень, мне кажется, позитивное ваше предложение нашим властям. Потому что в основном у нас развиваются ночные клубы, развлекаловка и прочее. А вот клуб же несет в себе еще и потенциал именно креативного общения, когда люди находят друг друга для каких-то совместных действий. Вот типичный пример – это приход с боевых действий, конфликтов международных, ветеранов. Что у нас в стране, что за рубежом. В Америке есть хороший пример. Когда люди, которые остались еще в той жизни, у них еще в сознании вертится креативность та еще в условиях тех, нереальных для нынешней жизни. Они очень трудно приходят в новое для себя уже общество. Коренные жители приходят для себя в новое. Получается, они как мигранты. И вот эти клубы помогают, общаясь, прийти им к состоянию уже достаточным для того, чтобы вести нормальную, полноценную жизнь уже в мирное время. Вот как вы считаете, вот клубное вот это вот начало поможет и тому, чтобы культурная дистанция дошла до оптимальных размеров? Да. Мероприятий, мер по управлению культурной политикой, по управлению миграционной политикой очень много. В частности, вот я уже назвал клубное движение, то есть развитие социально-коммуникационных навыков. И, по сути дела, клубное движение в данном случае к чему ведет? Оно ведет к преодолению культурной этнолингвистической фрагментации. То есть находится некая область совпадения интересов, некоторая область совпадения культур. И вот в рамках этого сопряжения люди осуществляют социально-культурную адаптацию. То есть они изменяют свое поведение. Ведь социально-культурная адаптация – это изменение своего поведения. Оно становится адекватным, соответствующим, конгруэтным, как говорят психологи, тем реалиям, в которых они живут. Тем ценностям, тем нормам жизни, тем нормам и образцам поведения, тем представлениям и символам, в которых они живут. А иначе можно жить, зная, но не понимая. Потому что не всегда знание приводит к пониманию. А клубное движение, в частности, оно приводит людей к взаимопониманию. То есть там формируется целый комплекс моделей, целый свод правил, целый свод норм, целый свод представлений о жизни и о себе. Люди сближаются, но при этом остаются сами по себе. Они смеют быть самим собой, но при этом объединяются другими. Совместная жизнь начинает их вытаскивать из отчуждения к той культуре, которая им смотрит в глаза. То есть вот эти синдромы, вьетнамский синдром, афганский синдром, чеченский синдром и многие другие синдромы, в частности, тоже можно лечить через прохождение в клубном движении. То есть не случайно создаются клубы, потому что клуб – это пространство смыслов. Клуб – это интернациональная культура. Это клуб не просто как, например, диаспора или землячество людей из одной страны, а это когда встречаются люди. Даже прошлого, вот, например, у нас был Советский Союз, потом СНГ, теперь самостоятельное независимое государство. К нам самый большой миграционный поток, поток в Российскую Федерацию какой? Это Киргизия, это Узбекистан, это Таджикистан. То есть страны СНГ. Да, это страны СНГ. Близкие нам по культуре. Это Средняя Азия и Северный Кавказ и даже Азербайджан-Кавказ. За Кавказ. Да, за Кавказ. И вот здесь есть много показателей, индикаторов культурной дистанции, которые сближают. Но при этом каждый представитель, пришлый человек является представителем, носителем своей культуры. Понятно. То есть нельзя сказать, что у них есть схожесть по языку. То есть тюркская группа, тюрки. Дмитрий Гуманович, понятно, мы ушли от экономики. Вот возвращаясь к экономике и все-таки снова завершая наш небольшой дискурс по клубному движению, можно вспомнить хорошее выражение 19 века Англии. Англия первая столкнулась вот с этим миграционным потоком. Это была Великая империя колониальная, приезжали люди со всего мира. Свои англичане уезжали, приезжали, тоже приносили какие-то культурные нововведения. Поэтому там было хорошее выражение по поводу клубного одного образования. Нет такой проблемы, которая бы не могла быть решена в клубе «Уайт». Ну, «Уайт-белый». А это пример чего? Того, что на уровне клуба можно решить те проблемы, которые в формальной обстановке, на уровне судов, правительств, решить просто невозможно, потому что нет контакта между людьми. А вот на уровне клубного движения можно. И как вот не ругают КПСС, КПСС тоже в свое время на уровне СССР играла свою роль, своего рода клуба, где встречались люди разных национальностей и приходили к общему знаменателю. Спасибо вам большое, Захар Губарович. Я надеюсь, мы снова с вами встретимся. До встречи. Спасибо вам. До свидания, уважаемые коллеги. А теперь переходим к следующему этапу нашей передачи. Это выступление наших экспертов. Сначала начнут свою беседу эксперты группы «Элса», студенты КИУ имени Тимирясова. Здравствуйте. Меня зовут Ларинцев Максим. И я скажу вам, стоит ли вкладывать деньги в акции компании «Транснефть». Компания, которая включена в индекс российских голубых фишек, является одной из самых крупных, ликвидных и надежных предприятий. Стабильность – признак мастерства. Именно это качество можно отнести к данной компании. Подтвердить это можно положительными финансовыми результатами и высокими показателями дивидендной доходности, средний темп роста которых на сегодня составляет 5,37%, что является одним из самых высоких показателей за последние пять лет, учитывая тот факт, что за это время компании сопутствовал исключительно успех. Стоит ли вкладывать деньги в акции компании «Транснефть»? Ответ очевиден – да, стоит. Здравствуйте. Меня зовут Равиль. Я расскажу вам о том, стоит ли вкладывать деньги в акции компании «Татнефть» и «Башнефть» сегодня. На данный момент по акциям «Татнефть» наблюдается тенденция к снижению. Однако небольшие скачки подъемов и падений дают возможность немного заработать на разнице. Поэтому рекомендация следующая. Для тех, кто любит рисковать, однозначно покупать. Для тех же, кто придерживается умеренной политики, рекомендация держать по ее акциям и ждать повышения в следующем месяце. Что же касается компании «Башнефть», то здесь ситуация не менее интересна. Несмотря на то, что шумиха вокруг приватизации «Транснефть» утихла, акции компании по-прежнему нестабильны. Итак, рекомендация следующая. Держать по ее акциям и ждать улучшений в будущем. Здравствуйте, меня зовут Фаниль. На данном графике представлен индекс деловой стабильности «Пауэроснефть». График относительно стабилен. Также можно наблюдать незначительные скачки, которые связаны с стремлением компании привлечь новых инвесторов. На следующем графике представлен индекс деловой стабильности «ГМК «Нурникель». Так же, как и у «Роснефти», график относительно стабилен. Также наблюдаются незначительные скачки, которые связаны с ажиотажными сделками. Мои рекомендации. Смело покупайте акции компании «Пауэроснефть» и «ГМК «Нурникель», так как наблюдается тенденция к снижению их стоимости. А теперь передаем слово экспертам финансового клуба Казанского федерального университета. Добрый день. В прошлом году российский фондовый рынок чувствовал себя достаточно хорошо. Поддержку ему оказывали дорожающий рубль, цены на нефть, а также приход нерезидентов, которые активно скупали подешевевшие российские активы. По прогнозам аналитиков, в 2017 году ожидается замедление роста. Котировки рублевых облигаций коррелировали с курсом рубля, а также с данными по инфляции. Инфляция в годовом выражении, исходя из среднесуточных темпов роста цен, в марте опустилась до 4,4%, после 4,6% в феврале, а также 5% в январе. Локальное снижение инфляции дало повод для рассуждений относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка. На фоне снижения доходности десятилетних трежерис до 2,5%, годовые суверенные отечественные еврооблигации также пошли в рост. Доходности наиболее ликвидных выпусков корпоративного сектора просели на 15 базисных пунктов. Рубль по-прежнему неплохо смотрится по сравнению с зарубежными конкурентами на развивающихся странах. С начала года он укрепился по отношению к доллару на 5,7%, а темпы роста большинства других стран в процентном соотношении не превысили 4%. То на валютном рынке задали новости от ФРС США. Решение членов Комитета по открытым рынкам повысить базовую учетную ставку на 0,25% до 1% не стало сюрпризом для участников рынка. За считанные дни до заседания ФРС большинство участников прогнозировало именно такой исход и поэтому заранее заложило в свои ожидания данные изменения. Также большинство представителей Комитета по открытым рынкам полагает, что к концу 2017 года базовая ставка будет поднята до 1,6%. Импульс, который придало заседание ФРС, сохранится, и американские индексы будут двигаться вверх. Российский рынок акций в марте также пошел в рост на фоне восходящей динамики западных фондовых индексов. По итогам первого квартала 2017 года можно сказать, что фондовый рынок наткнулся на коррекцию. Так, индекс МВБ достиг отметки 2060 пунктов, то есть снизился более чем на 10%. Спад ожиданий относительно реализации форсирующего сценария ужесточения кредитно-денежной политики США позитивно отразился на стоимости сырьевых товаров. Так, золото по итогам обозреваемого периода подорожало на 2,1%. Стоимость майского фьючерса в Нью-Йорке по итогам торговой сессии 16 марта составила 1228 долларов за тройскую ункцию. Стабилизация цен на нефть сорта Brent выше 51 доллара за баррель стала еще одной причиной укрепления рубля. Кроме того, в пользу рубля сыграло и то, что компании-экспортеры продавали валюту, аккумулируя рублевую ликвидность для проведения налоговых платежей. Однако, в дальнейшем не стоит исключать сильных колебаний на стоимость нефти. И на данный момент стоимость майского контракта на лондонской бирже сорта марки Brent выросла до 51 доллара за баррель. Золото и нефть продолжают восстановление после коррекции, и это будет толкать вверх цены компании, которые занимаются добычей и будут расти сильнее рынка в течение ближайших торговых сессий. Ну а теперь традиционное в нашей передаче домашнее задание. Главной отличительной чертой динамики графика ФДС является нисходящий тренд от месяца к месяцу в течение зимы 2016-2017 года. По нашему мнению, это связано с желанием правительства России к концу 2016 года выйти к рекордно низкой инфляции в стране. Но сделано это за счет искусственного сдерживания макропоказателей по отраслям экономики. Субъективно они получили свою похвалу от президента Российской Федерации, но объективно чиновники правительственного финансово-экономического блока реально ничего не добились. По графику ИДС в феврале 2017 года отчетливо видно, что инфляция пробивает себе путь через ценовой обмен и рост расходов российских домохозяйств и бизнеса в отраслях экономики. Отсюда наш вопрос студентов. Что было бы для России лучше на сегодняшний день? Не сдерживать рост макрорасходов в течение 2016 года при небольшой инфляции, но сохранить потенциал роста экономики в 2017 году. Или все же сдерживать рост макрорасходов в течение 2016 года при подавленной инфляции в экономике, но вывести нашу страну в 2017 году с низким потенциалом экономического роста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова